Вы смотрите урок по Joomla 4. Меня зовут Федор Васильев. Оптимизация базы данных MySQL. Вы новичок. Вы можете об этом даже не знать, а можете и знать, что периодически нужно оптимизировать ваши таблицы MySQL. Таблица имеет свойство засоряться, если это можно так выразиться, и таблицу нужно держать в чистоте. Чтобы не забыть ее оптимизировать, просто возьмите, как правило, когда вы делаете обновление всех компонентов вашего сайта, обновление движка, например, раз в три месяца или раз в полгода. Вообще оптимизацию баз данных нужно производить на сайты, которые динамические, то есть имеют корзину, имеют магазин, это может быть форум, это может быть блог, комментарии. В общем, когда идет какое-то постоянное взаимодействие, добавление новых статей, добавление товара в корзину, добавление постов, добавление комментариев и так далее. Вот для таких сайтов раз в месяц, я считаю, нужно делать оптимизацию. Это занимается несколько секунд, сейчас я покажу, где это и как это делать. И это нужно делать, чтобы база данных была в чистоте, и это немножечко влияет на скорость загрузки страниц, если базу данных, например, вы долго не оптимизировали, потом ее оптимизировали, и сайт реально станет чуть быстрее грузиться. То есть вот надо это делать. И смотрите, как делаю это я. Я просто взял за правило, когда я раз в 4 месяца делаю обновление всех расширений на Joomla и обновление самой Joomla. После обновлений я сразу же делаю оптимизацию базы данных. Все. Просто, как правило, внес и не забываю об этом. И опять же, это все делается после того, как вы создадите резервную копию сайта, на всякий случай. За все время и мою практику использования сайта на Joomla и оптимизации баз данных у меня ни разу не было каких-то ситуаций, которые после оптимизации базы данных у меня сайт сломался. Но все равно мы должны подстраховаться. Обязательно сделал вначале резервную копию сайта. Как это делать, ранее было в уроках. Оптимизацию базы данных я делаю на стороне хостинга. Сейчас посмотрим, как это делается. Кому будет там неудобно. Есть даже расширения для Joomla, которые помогают также ее оптимизировать. Например, RS Firewall. Даже, кстати, не знаю, сейчас он готов под Joomla 4 или нет. RS Firewall – это компонент полноценной комплексной защиты вашего сайта от различных атак, хакерских проникновений и всего такого, все, что с этим связано. В самом этом компоненте там есть такая опция в оптимизации баз данных. Даже на старой версии Joomla, по-моему, на версии 1.5, был плагин, который по заданному времени можно было настроить, чтобы он автоматически оптимизировал баз данных. Ну, не знаю, стоит ли доверять это каким-то расширениям на автоматическом таком вот моменте. Лучше, мне кажется, это делать вручную. Просто надо взять, как правило, и не забывать это делать. Вам надо будет пройти в панель вашего хостинга, перейти в phpMyAdmin, найти свою таблицу, перейти по ней, дальше прокрутить в самый низ, поставить чекбокс «Отметить». Видите, галочками отмечается вся ваша таблица. И вот здесь вот в списке выбираем «Оптимизировать таблицу». И нужно подождать. SQL-запрос был выполнен. И на этом все. Таким образом, ваша таблица всегда будет оптимизирована и в частоте. Ну, на всякий случай, обновим сайт. Сайт показался. Никаких проблем нет. Ну и не должно быть. За все время использования сайта у меня ни разу не было каких-то проблем после оптимизации базы данных. Это, наоборот, полезное действие, которое будет только на пользу вашему сайту. Но не забывайте о безопасности и подстрахуйтесь. Обязательно сделайте резервную копию вашей базы данных «MySQL». Увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok